Хошей Мохаммад, Телеканал Курдистан 24. Первый вопрос у меня к уважаемому Сергею Викторовичу. Как вы отметили, вы обсуждали ситуацию в Сирии, и у вас продолжаются встречи с курдскими представителями из Сирии. Скажите, пожалуйста, как идет работа по урегулированию кризиса в Сирии и какие предложения у России есть по всеми сторонами по будущей Сирии. Второй вопрос к уважаемому Полу Ричарду. Представители христиан и других религий и наций покидают страны Ближнего Востока. Каких действий можно ожидать от Ватхана по этой проблеме? Спасибо. Что касается вопроса о том, какие шаги продвигает Россия, Россия продвигает ровно то, что записано в резолюции 2254, настаивает, что все должны уважать все положения этой резолюции в полной мере. Это касается и тех, кто незаконно присутствует своими военными подразделениями на территории Сирийской Арабской Республики. Это касается необходимости для всех уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны. Это касается и необходимости срочно прекратить, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, незаконные односторонние санкции, которые Запад постоянно вводит в отношении Сирийской Арабской Республики. Это касается и необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Запад, к сожалению, собирает деньги только для того, чтобы держать этих беженцев в странах, куда они ушли в первые годы конфликта, имея в виду прежде всего Ливан, Иорданию и Турцию, и не хотят ничего делать для того, чтобы восстановить инфраструктуру, элементарную инфраструктуру для возвращения беженцев. Теперь требования о создании условий для возвращения людей к своим очагам, о создании элементарной инфраструктуры в сфере здравоохранения, энергообеспечения, водоснабжения, содержатся в резолюции Совета Безопасности, и мы будем настаивать, чтобы она уважалась всеми, прежде всего, донорским сообществом. Ну и, конечно, что касается курдов, вы о них упомянули, курды должны ощущать себя частью сирийского общества. Мы поддерживаем с курдскими представителями тесные контакты, готовы содействовать тому, чтобы их законные интересы были полностью учтены в продолжающейся работе по формированию новых политических рамок в контексте деятельности Конституционного комитета. Я бы посоветовал курдам не поддаваться на заигрывания, которые наши американские коллеги продолжают в отношениях с ними, и которые ведут дело к подпитке сепаратистских тенденций на востоке Сирийско-Арабской республики и пытаются сделать эти свои планы серьезным раздражителем, который, в общем-то, нацелен против интересов сохранения единого сирийского государства, но и в целом это опасные игры, которые могут привести к тому, что курдская проблема очень серьезно полыхнет во всем регионе, учитывая ее измерения, которые охватывают не только одну Сирию, но и другие страны. Да, и мы все эти подходы активно продвигаем через астанинский формат России, Турции, Иран, наблюдатели от Ирака и Ордании, и очередная встреча планируется на декабрь. Я уверен, что мы там посмотрим, какие дополнительные шаги требуются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...